Какие бы напасти не преследовали нас, весна изо всех сил старается радовать нас своим теплом. Пробуждается природа и душа требует обновления. Весна это время начинаний, в моем случае это начало занятий спортом. Я поменяла полностью цвет волос, теперь блондинка. Конечно же новые наряды это обязательно, новые туфли. Это самое первое, что приходит в голову у каждой девушки. К весне готовлюсь тренировками в первую очередь и естественно процедуры. В первую очередь мне нравятся скрабы, ванны, крема, маски. Жду всего невозможного, потому что зимой конечно настроение ухудшается, все это пропадает, а весной хочется как раз таки расцвести. Весеннее активное солнце – повод пересмотреть уход за лицом. В последнее время производители все чаще предлагают всесезонные пилинги, которые теперь представлены в том числе и в домашних линейках. Лучше всего весной выбирать мягкие текстуры, пилинги с молочной, гликолевой, лимонной кислотой. Кожу особенно весной необходимо увлажнять, то есть уход у нас будет состоять из очищения. Это гели, пенки, муссы. Затем мы сделаем тонизацию. Тоники приветствуются как антиоксидантные, так по типу кожи, по проблеме. Очищение пилинг, гаммаж, скраб. Таким образом мы восстанавливаем кожу после долгой затяжной зимы. В обязательном порядке, как советуют косметологи, я рекомендую добавить в свой уход средства с СПФ-защитой. Не забываем про то, что нужны кремы для того, чтобы поухаживать за кожей, при этом защитить себя не только от лучей группы B, не только от пигментации, но и от лучей группы A. От нашего главного врага – это фотостарение. Уход за кожей вокруг глаз мы по-прежнему доверяем патчам. Именно они лучше всех с этим справляются. Они прекрасно снимают отечность, улучшают микроциркуляцию, увлажняют и напитывают кожу нашу вокруг глаз, которая не имеет сальных желез в себе. Расскажу на примере патча бренда IOMI, корейского производства. Замечательное базовое увлажнение с зеленым чаем и алоэ. Здесь очень большое количество антиоксидантов для того, чтобы предотвратить появление признаков возрастных изменений на коже вокруг глаз. Алоэ прекрасно увлажняет, успокаивает и выравнивает текстуру. Для первых возрастных изменений я рекомендую коллаген и гиалуроновую кислоту для того, чтобы стимулировать синтез собственного коллагена и эластина на коже вокруг глаз, для того, чтобы напитать, для того, чтобы увлажнить кожу и предотвратить появление сухости. И также для возрастных изменений, которые уже есть, которые уже присутствуют, вы их видите, глядя на себя в зеркало с утра, патча с ласточкиным гнездом. Это продукт, который имеет действительно подтягивающие свойства, которые позволяют нам прекрасно поработать с возрастными изменениями. Естественно, это курсовой прием патчей. После патчей в обязательном порядке мы наносим наш обычный крем для кожи вокруг глаз, рисовое зернышко, крем на оба глаза, для того, чтобы запечатать влагу, запечатать все те нужные, важные компоненты, которые передали нам патч. С наступлением нового сезона всегда хочется пересмотреть содержимое косметички. Но для начала стоит узнать у специалистов, как адаптировать тренды сезона под свой индивидуальный образ. Я обязательно просматриваю новинки, продукты, которые появляются на рынке. Меня очень порадовал ассортимент в этом магазине. Очень много классных продуктов для себя открыла и готова творить и вдохновляться. Общий тренд, меня он очень радует на естественность, на нейчерал. Сейчас очень максимально естественные брови, без каких-либо яркой геометрии. Ньют, который никогда не выйдет из моды. Ну и стрелы, мои любимые стрелы, они тоже сегодня уже в тренде. Тенденция вообще в принципе зародилась уже очень давно, что все больше стремятся к чему-то такому натуральному и природному. Этот год это абсолютно не исключение. В этом плане я всегда за то, что дала нам природа, это хорошо. Самое главное, чтобы вам отошло. Нет каких-то четких границ в том, что модна графика или модно натуральные брови. Самое главное, чтобы это подходило конкретно человеку, но все-таки больше всего мы стремимся к чему-то легкому, природному и натуральному. Если мы хотим просто сделать свои брови покрасивее, отрастить в каком-то плане, мы скрабируем раз в недельку. Не сильно. Вот, чуть-чуть, очень мягенько, массажными движениями, конечно же, мажем маслом. Есть специализированные масла. Ухаживать в любом случае нужно, и сейчас это очень распространено, и везде есть продукты, которые могут нам в этом помочь. Весеннее преображение может быть радикальным с полным обнулением, а может и деликатным, когда в домашнем уходе добавилось один-два продукта, а в макияже буквально один оттенок. Главное, чтобы все эти изменения благотворно влияли не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние. Продолжение следует...